Судья окружного суда США Эйлин Кэнон отложила рассмотрение дела специального прокурора Джека Смита о секретных документах против 45-го президента Дональда Трампа на неопределенный срок. Через несколько дней после того, как Министерство юстиции вынуждено признало, что оно подделало доказательства по делу Трампа. Во вторник Кэнон издала приказ, в который объявила график второго периода досудебных сроков решения вопросов доказательств и аргументов команды Трампа в пользу прекращения дела. Однако в расписании отсутствует новая дата судебного разбирательства, которая ранее была назначена на 20 мая, и когда она произойдет, пока неизвестно, но первичные слушания, скорее всего, состоятся 22 июля. Это сильный репутационный удар для спецпрокурора Джека Смита, ведь он рассчитывал начать свои процессы против Трампа еще до выборов, но теперь это вряд ли получится, и ситуация вновь олицетворяет профнепригодность политизированных прокуроров вроде Смита. Приказ Кэнон был принят через несколько дней после того, как СМИ также вынужденно признал, что федеральные прокуроры подделали доказательства по его делу против Трампа, в котором утверждается, что 45-й президент неправильно обращался с секретными документами. Прокуроры признали в пятницу в суде, что некоторые документы, изъятые во время беспрецедентного рейда ФБР в Мар-Алаго, находятся не в том порядке, в котором они были найдены. Офис специального прокурора прокомментировал, что представительская группа фильтров, отвечающая за обработку ящиков, когда они отказались в распоряжении ФБР, не была сосредоточена на поддержании последовательности документов. В июне 2023 года Смит предъявил Трампу обвинение в якобы неправильном обращении с секретными документами всего через год после того, как вооруженные федеральные агенты совершили обыск в частной резиденции Трампа во Флориде в поисках указанных документов. Министерство юстиции под руководством Байдена отказалось предъявлять Байдену обвинение в скандале с его собственными секретными документами после того, как специальный прокурор решил, что будет слишком сложно убедить присяжных в том, что стареющий президент совершил серьезное преступление, требующее психического состояния своеволия, потому что он пожилой человек с плохой памятью.